Я, так скажем, как и весь народ, я поддерживаю Николая Платошкина, все его дело, так скажем, и в свою очередь тоже пытаюсь и ровесиком, всем людям донести, собственно, открыть глаза и прочие органы. А открыть глаза на что? Почему у вас значок движения «Зановый социализм» на груди? Ну, за тем, что долгие годы я, как и многие, собственно, люди, были в неком тумане, причем туман был такой наносной, местами даже насильственный, вот, ну, маски сорваны уже, то есть года идут, года идут, жизнь лучше не становится. Ну, естественно, любому здравомыслящему человеку приходит, так скажем, на ум, что-то здесь не так, что-то не состыковочка, что мы слышим, так скажем, на экранах, что мы читаем в прессе, потому что я сама работала в прессе, я знаю всю эту хуйку. Слова расходятся с делом? Да, и даже больше. Как вас зовут? Меня зовут Мария. Мария, скажите, пожалуйста, в камеру то, что, может быть, вы хотите сказать людям, которые еще в тумане, которые еще не понимают, что такое социализм, не знают, кто такой Платушкин Николай Николаевич. Тезисно, кратко. Хочу обратиться ко всем людям с главными, наверное, словами, лично для меня, за тем, что народ должен понять самую главную вещь, что именно народ – это власть. То есть это не раб. То есть самосознание должно проснуться в каждом человеке. То есть он способен изменить жизнь сам, свою жизнь к лучшему. Только он сам, а не кто-то за него. То есть власть народа – это прежде всего. Спасибо за ваше мнение. И нашему лидеру лично, в камерах даже, Николай Николаевич. Уважаю огромную поддержку, силы, энергию вам, Николай Николаевич. Спасибо, Мария. Спасибо, Мария. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Списана Софья Андреевна. Софья Андреевна, вы член движения «За новой социализм»? Да, я уже как полтора года по движению «За новой социализм» стою. Скажите, почему вы пришли сегодня к Басманному? Потому что я считаю своей обязанностью прийти и поддержать своего лидера. Николай Николаевич Платошкин? Да. Как вы считаете, имеют ли эти страшные обвинения какое-то отношение к Николаю Николаевичу, зная его лично? Я считаю, что они имеют очень натянутые отношения. Эти обвинения можно было и не предъявлять, понятно, всем. Потому что таких роликов, как он делал, на землю, наимен к нему почему-то придрались. Понятно, что обвинения натянутые. Скажите, как много молодых людей в движении «За новой социализм»? Очень мало. Очень мало? Но будем работать в том направлении, чтобы у нас молодежи было больше? Обязательно. Потому что молодежь должна помогать старшему поколению в деле, в своем. Как вы считаете, можем мы сделать движение «За новой социализм» молодежным, популярным, интересным, модным? Можем, если в руководстве откажутся от некоторых предупреждений. Я пока не буду конкретно называть, что это. Я думаю, в процессе все очень хорошо решится. Я тоже на это надеюсь. Потому что все-таки некоторые люди отказываются от каких-то привычных убеждений, что, я считаю, может иногда мешать привлекать молодежь. Но я думаю, все управляемо со временем. Конечно. Это просто проблемы роста. Да? Да, обязательно. Ведь движение молодое? Да, да, да. То есть даже в химистической партии молодежи чуть побольше пока, чем у нас. Потому что там и то какие-то уже собразили адаптивные механизмы применять для привлечения, ну, для того, чтобы молодежь все комфортно внутри. Вот. А мы пока еще не молодой, а нам еще есть куда расти. Спасибо за вашу позицию. Я застаю. Свободу Николая Николаевича. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Шашмакова Елена. Я из Обнинска. Учусь в Москве. Почему вы пришли к Басманному сегодня? Я пришла поддержать Николая Николаевича Клатошкина. Потому что я считаю, что это человек с большой буквы. Он искренне, честный. И я, как и многие, кто здесь находится, просто ему верю. И я искренне верю, что он, только он сможет что-то изменить в нашей стране. Как вы считаете, социализм это модно? Это современно? Стоит ли молодежи обращать внимание на социализм, на новый социализм Платошкина? Ну, конечно, стоит. Я думаю, слово модно здесь слегка неудесно. Ну, почему же? Мы хотим, чтобы это стало то, что привлекает взгляды. Привлекает мнение. Я думаю, что модно это почему-то не очень хорошо, поэтому мне это не очень нравится. Хорошо. Как вы тогда можете описать то, что сейчас происходит в нашей стране? То, как люди стремительно приходят к социалистическим идеям? Я вот только в этом году закончила магистратуру. И я, как бы, общаюсь много среди студентов, и 50% из них говорят, надо валить из этой страны. Это ненормально. 50% остальных, как бы, хотят этого пассивно. Потому что там, например, многие хотят уехать в Америку, да, там лучший уровень жизни, им там все нравится. Но ведь это неправильно. Где наша сильная Россия, которая была много лет назад. Я не могу сказать, что я жила в этих временах, да, мне не так много лет, но вот это там внутри чувствуется, что тогда люди были искреннее и добрее, люди были лучше, чем сейчас. Как вас зовут? Елена. Елена, спасибо вам за ваш настоящий истинный патриотизм, который виден здесь и около Басманного суда. Спасибо за то, что подошли. Спасибо огромное. И, может быть, в камеру несколько слов человеку Николаю Николаевичу. Николаю Николаевичу, мы вас поддерживаем, любим. Очень надеемся, что мера пресечения будет отменена абсолютно, потому что то, что сейчас происходит, это полное беззаконие. Хочу сказать, что мы вас очень любим и поддерживаем. Спасибо вам за то, что вы делаете. Спасибо, Елена. Спасибо. Чуть поближе, вот так. Давайте. Я приехал из славного города Героя Тулы. И мне бы хотелось обратиться к своим братьям по поколению, к молодежи, к студенчеству. Друзья, нам выпала уникальная возможность взглянуть свежим взглядом на то, что происходит в нашей стране. Мы должны направить всю нашу созидательную энергию, нашу креативность на то, чтобы делать нашу страну, нашу великую Россию лучше. Я считаю нашим священным долгом поддержать в трудную минуту человека, который искренне желает нашей стране блага и процветания. Свободу Николаю Николаевичу Платошкину. Свободу Николаевичу Платошкину.